поделимся любой информации которая интересует там нормально рыба ждем вас 13 и 14 друзья всем огромный привет сегодня мы придумали такой прикольный выход на нашу домашнюю воду на казаночку сейчас отправимся вместе с алексеем алексей у нас мастер казанки нет я буду как бы это говорить потому что действительно даже я сколько там копаюсь еще не узнал и у нас только насколько много время это алексей да поэтому сегодня отправимся на наш домашнюю воду на наш домашний вода именно под вечер да именно под вечер и у нас ощущение что там на рельеф вылезет интересная рыба станет скорее активно в это время активно в этом не что она там уже но четко привязана ко времени проверим мы сегодня посмотрим на работу на пару тройку постанов и есть варианты посмотреть похоже просто я знаю где не знаю точно где находится но мы найдем их быстро посмотрим это мелководный рельеф все друзья давайте отправляться до самого такого жесткого ступора судака еще есть время и он все-таки периодами но активен зеленки все-таки это сложная рыбалка да по судаку ему тяжело как сложно по судаку на рельефе но это наличие зеленки воде это вообще такое время когда и вода максимальную температуру имея то есть и как последние года к сожалению вошло в практику в это время и уровень скачет то есть непонятно что происходит за уровнем водохранилища то есть эти все факторы они однозначно благоприятно не влияет на плев попробуем именно прямо под закат потому что рыбалка два дня назад именно вот такая была все в очень короткий сжатый период время была на на локациях то чешуя там на крючке судаковой очевидно то недомерки поклевочки вот это вот непонятно все и честно говоря дело случая что я задержался прям под самую тень просто бросал то есть ты это еще как бы волосы да я собирался уходить уже просто остался ну да 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 нет ничего там бывает такое и остался и то же самое место раз и появилась как бы съедобная рыба до двух килограмм то что он туда подошел под этот рельеф я очень сильно сомневаюсь я предположу что он просто просто время подошло да он там был щелкнуло и он начал за пара пара вот это вот полчасовая часовая активность она наверняка есть и утром почти наверняка ну вечером прям вообще должно быть почти сто процентов ну я вам пожаловать в городе ого аномалия сейчас увидишь пенечку вот эту вещь мы будем перекидывать заброс мы будем перекидывать 5,9 и сейчас быстренько свал на она очень коротенькая прикольно он как бы сужается и вот здесь типа такого крысиного хвостика есть вот буквально в 20 метрах от нас там глубина два с половиной три метра здесь все свал 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 последний раз я был на рыбалке поклевки все правда более позднее время были на свале вот когда вот этот хвостик сваливается сейчас надо подбирать надо подбирать мне кажется просто слаги там поролон системы либо может быть что-нибудь одно он точно реестр сейчас можно свозить но он не это не не пытается именно вот поголовно весь что точно я понял пока что зимой тут кого-то не доловил да хочешь посмотреть реакцию вообще есть реакция нет да подходит не подходит да 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 белый сисик работает не самая крупная рыба но блин это полевая рыба ты не переживай она очень хорошо сделал я подумал что я подумал что она крупнее конечно ну сам видишь как она съела вот смотрите ребята алексей что-то пытается там в отвес найти чего там и говорит что это за рыба я не пойму а я прям провожу знаешь утонут где у тебя в ответ они поднимаются этими равномерки знаешь такой ну как бы просто равномерки вдоль дна вот так вот это вообще я конечно приманку вытащил но это была первая проводка моя на бриолин нытье да приманка юра хохлов мне прислал их буквально из-под станка и вот да и на равномер на равномер очки у меня слопал этот судачок первая рыба но поклевка просто мощнейшая была с таким кайфом я его поднял это вообще вообще классная рыбка я надеюсь она сегодня не последний мы еще хорошо половим и у рыбы сомнений вообще не было в съедобности я знаешь я когда их в руки взял вот первый раз вот он мне только прислал я там снимал распаковочка для телеграм-канала у меня вот уже ощущение типа да я вот на это поймаю вот прям я прям ее смотрю этот цвет этот эти формы этот размер это именно то что я здесь вот хочу попробовать блин а смотреть там есть какие-то дополнительные вот тут разрез они прям как будто бы это понтонами этими на буксировке друг у друга идут не сильно крупная рыба маш не торопиться тоже что-то першовая как они жрут это резина вообще в шоке как бы слаг тоже это показал свою работоспособность давай да это бершовый выход двух сфоткаем это как сказать не говори говно вот друзья такой вот шикарный бирж на бриолин winner 140 тоже буквально одна из первых проводок наверно тоже опять вторая проводка этого слага и снова рыба причем снова уверенно взяла вот раз такой вот бершик но думаю к вечеру будет размер увеличиваться пока что мы пристреливаемся ладок на щуку почти пригодился почти надо 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 это казанка тут еще может быть нормальный щука залететь такая который видос красить поэтому как бы не надо и лишний раз губы дырявить берез толку а ты прямо это я смотрю не сильно перебираешь что в тему вцепился и ты вот как бы ловишь ловишь и ты очень уверен всеми я смотрю это нормально рыба но относительно естественно нет и не торопись сейчас да гаде погоди погоди пожалуйста 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 очень дерьмовый сидит очень дерьмовый сидит очень держу я понимаю сейчас тихонечко его тебе подведу он добавил я сломал это летние это я шикарен отпускай держу я прям как чувствовал на первом же забросе у меня клюнул такой вот судачок на силиконовый ребер вип от бреолин вот такая вот шикарная рыба у меня было ощущение стойкое что нужно попробовать на этой точке все и соответственно рыба сразу же себя показала сразу же проявила и сразу же клюнула классно вообще три приманки три разных рыбы уже я сегодня ничего кроме бреолина не брал и все работает видите ловлю вообще классно сейчас будем продолжать попробую пока что выбираюсь вип а потом буду смотреть может быть поставить из микрохвостов да будет там проход происходить мероприятие под названием триерка open это будет фестиваль в два тура в два дня по ловле рыбы с пеннингом с лодок зарегистрироваться на момент 39 экипажей самого утра 13 числа там будет некая фан-зона есть мы ждем ребят в гости что кто кто угодно да или за турниром да будет досрочное взвешивание будут приходить экипажи вот я думаю что будет интересно будет приводить рыбу делиться впечатлениям но вряд ли в течение тура так или иначе можно в любом случае мы там что-нибудь наверное придумаем как ребят разве через проблем без проблем как сказать пообщаемся а то есть кто хочет там пообщаться спросить там чё как казани ловить рыбу мы все есть проблем поделимся любой информации которая интересует там что-то спонсоров возможно какие-то конкурсы будут подарки может приходите должно быть интересно в общем такие дела друзья ждем вас 13 и 14 на турнире я место укажу сейчас вот вы его например увидите куда нужно будет приходить мне кажется будет интересно потому что очень сильные участники очень будет бескомпромиссная борьба до серьезные призы ну и соответственно мы с вами всегда там можем увидеться пообщаться я тоже буду присутствовать оба дня так что это приходите будем рады всех вас видеть вот и вообще кстати группу тоже на группу триера к полпин я оставлю ссылку потому что наверняка и как бы какая-нибудь там текстовая трансляция я думаю чем-нибудь будет как бы армация будет меняться в режим реального ряда поступлению изменения результатов экипажей то есть поимок она сразу будет сразу будет транслироваться в таблицу в итоге будет видно то есть кто на каком месте идет что поймал какие перспективы построение тактику и так далее в общем да кто не сможет быть пожалуйста переходите в группу я также буду какие-то самые интересные сочные новости в своем телеграме постить на него тоже ссылка будет в описании общем переходите заходите смотрите следите я думаю будет очень классно что там спортсмены просто в очень высокого уровня которые очень хорошо знают казанскую воду есть чему поучиться в общем все друзья давайте ждем вас снимаем ой 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 вот они где оказывается тоже это как сказать интересно получилось да плане поклёвки да сейчас я сейчас я его поймаю у тебя аж фрикцион взвизгнул я слышал просто не затянул куда крупную приманку поставил первый заброс как бы судачок реагирует как автомат калашникова работает данная приманка я уж всем понятно что за приманки копии или оригинал неважно и зиша нет такой расцветки все все прям прям как надо как он его съела противоход даже он хам щас продолжим эту историю обязательно рыба клюет это здорово порядок но это был такой догон он так догнал и вдалеке то нет смысла поводку все тут просто бухтай как пинок типа иди отсюда свои приманки можно вип кстати поставить против таких мир за который подкидывает до там да там они уже не подкинут так щука узнала подверг не был я понял что это что что-то плюло сам главное что рыбан на месте было обещано нормально судачок ну и ну и ладно там тебе и вес те кстати не 18 грамм состоит до 16 это школа кабана что такое да судак так жрал как двор цепляется ну сейчас и жрет сам двойник проводишь от просто на джигалов кто тогда претензий нет шкала кабана прям под лук под бровкой первый раз наконец-то смотрите-ка здравствуйте первый раз у меня все твои поклёвки сегодня видео да а ты думал работают профессионалы вот так красиво он у тебя съел еще на фоне заката такого золотого весь светится прям в руку звонка 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 до порядка он съел хорошо все но вся красота конечно ты на фоне заката его так уработал ну он любит это дело и мы его за это любим тоже умыл 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 позади такой красивый вечерний город сейчас самый-самый закат вот-вот совершится ну и на такой клёвой ноте конечно мы решили заканчивать сегодняшнюю рыбалку как Алексей сказал типичная вечерняя рыбалка на казанке то есть куча лодок ездит но при этом рыбе вообще по хрену рыба клюет рыба радует нас своими поклевками мощными вываживанием я сегодня очень доволен на самом деле я разловил все три приманки все три вида то есть и слага и вибро хвоста и виба то есть все что надо я сделал приманки рабочие приманки меня порадовали и я думаю еще более крупными рыбами буду их разлавливать тебе Алексей как ну наверное только лодочники гондольеры испортили нам впечатление удивляет поведение людей отсутствие воспитания буквально банального я понимаю что люди могут не знать что такое заброс пройти по забросу но быть осведомленным о правилах судового хода как минимум наверное люди должны передвигаясь ну и вообще немножечко повежливые быть поприличнее проходили буквально метров 15-20 от нас сегодня вдвоем проходили я почти уверен что люди даже не понимали что они такого плохого быть может сделать да 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 внимания нет нет воспитания это время такое сезон сезон да люди зарабатывают деньги но ничего страшного самое главное что рыбу это ну не сильно смутило может быть какое-то влияние было но не сильно смутило рыбу мы половили а сейчас едем домой все друзья всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»